Слово Батюшки Здравствуйте! Вы слушаете Радио Югра, программу «Слово Батюшки». У микрофона настоятель храма великомученика Георгия Победоносца, благочинный Сургута и Сургутского района, отец Антоний Исаков. Здравствуйте! После произошедшего нападения в Сургуте на вхожих у многих зародился страх, а кое-кто у кого-то возникает даже чувство паники при виде людей, одетых по мусульманским обычаям. Вот что Вы посоветуете сургутянам и Ваше отношение к происшедшему? У терроризма нет религии и нет религиозного лица. Он может находить для себя основания в извращенном понимании, в извращенном толковании тех или иных священных текстов. Но здесь надо прекрасно понимать, что паниковать при виде человека, одетого по исламским обычаям, но, простите меня, террорист как раз не был одет по исламским каким-то обычаям, традициям. Черная одежда, черные кроссовки, ботинки, черные брюки, черная рубашка, черная курточка — но это обычная одежда абсолютно. И я думаю, что даже если мы статистику посмотрим, я специально интересовался, в России за последние 20 с небольшим лет произошло около 180 терактов, в которых погибло около 2000 человек. А в автомобильных катастрофах в России в течение года гибнет около 30 тысяч человек. Так вот, гораздо важнее все силы бросать, ну, помимо того, что спецслужбы должны заниматься тем, чем они должны заниматься, лучше бы мы, конечно, боялись больше лихачей на дорогах, думали о том, что дороги должны быть больше, шире и безопаснее, особенно между большими агломерациями или большими городами в Югре, вот это гораздо важнее, вот это гораздо больше даст нам жизни, чем просто какие-то страхи перед терроризмом. А террористы кто такие? Это вчерашние наши соседи. Поэтому, конечно, мы должны прилагать сегодня систему образования и спецслужбы, наверное, должны прилагать определенные усилия для того, чтобы не было возможности получать такую свободную информацию, для того, чтобы всё-таки люди получали определённые знания о истинном лице веры, той, которую они исповедуют, для того, чтобы у них было какое-то противоядие, чтобы нельзя было просто так вот по ушам проехать, понимаете, вот, и завербовать человека. Ещё очень важный момент. Для этого надо, чтобы наше общество и наша власть, и наша жизнь в этой стране, она была как можно более чистая и честная, потому что очень часто элементы социальной несправедливости, элементы видения того, как человек, который должен служить народу, он служит самому себе, своему, как говорится, кошельку. И всё это вызывает определённые, как бы, негативные процессы, отторжения. Ведь любой террорист двигается надеждой на некое светлое будущее, проводником, в котором он должен стать, или там, на пути, к которому он борется. Поэтому очень важно, конечно, понимать, что часто мы сами провоцируем своей жизнью, не конкретно мы, но, тем не менее, как-то и социальное положение, социум в нашей стране провоцирует иногда на какие-то такие негативные подвижки, которые делают человека восприимчивым к деструктивным идеям. Вот этого надо избегать. Вы слушали программу «Слово батюшки». Мира вам и благоденствия!